сейчас утро сегодня приехал ночью приехал в австрию я еще до этого в австрии не был и на парковке на какой-то остановился ночью уже темно было вечером часов 11 там садил в душ здесь кстати в австрии классно вот это вот парковка там туалет ну чтоб водители заехали отдохнули там фуры стоят и вот это стоит здание такое небольшое накрытие там туалет такой приличный нормальный с раковинами там ну в общем все все там есть все отлично чистенько также за стенкой там стоит два автомата один с напитками один с кофе и есть душевая кабина ли ну в общем душ прямо там какой-то кабинка это не назовешь там прям полноценный хороший душ подходишь кидаешь 1 евро там такой автомат висит кидаешь 1 евро дверь открывается заходишь и все у тебя счетчик отсчитывает 10 минут я сходил этот душ душ такой классный напор воды такой сильный как массаж ну и все в общем сходил в душ скупался утром у меня разгрузка просыпаюсь уже все светло выхожу а вокруг везде горы туман красота вообще австрия конечно обалдеть вот сейчас я нахожусь где-то в промзоне тут такой промзона и город здесь в общем я разгрузился и вот здесь на улице вот так вот вот высоковольтная линия облака и вот такая вот красота воздух чистый в общем обалденно тут сижу отдыхаю жду загрузку пока что ничего нет уже часа два жду загрузку ой надеюсь сейчас что-то дадут то поеду куда-нибудь вот так в основном я уже наверно больше недели ничего не снимал в основном катаюсь по германии так во францию там немножко заезжал ну а так по германии гоняю по этим авто автострадом особо снимать нечего уже такое все обыденное на выходных стоял на заправке shell там была такая небольшая парковка стояла на раз десяток фур ну и принципе почти все занято было но я примастился рядом с этими фурами и сразу там познакомился с ребятами там белорусы были если не знаю будете смотреть юра из бреста привет потом миша он из украины тоже тут там западной потом кто у нас там еще был олег подъезжал одну в субботу по моему подъехал тоже из из беларуси в общем мы неплохо так проводили там время что-то кушать готовили ребята там что-то выпивали ну в общем было весело вот ну так вот так вот дни проходят уже я на этой работе гоняю через два дня будет месяц как я здесь уже так все нормально если в самом начале как я только стартовал мне хотелось отсюда свалить побыстрее такое ну так было напряжно то сейчас принципе нормально уже привык но единственное что конечно хотелось бы все-таки по разнообразней маршруты мне в основном выпадает по германии а есть вот там мужикам выпадает но я смотрел что они гоняют по по разным странам кто куда дания италия даже в испанию там кто-то в общем ездят по разным странам а у меня что-то вот у меня так получается что я в основном по германии вот это вот сейчас только вчера вечером меня забросила в австрию это я заехал в австрию буквально там в середину ну не знаю насколько там на километров до пятидесяти наверно то и меньше то есть от границы с германией то есть я недалеко сейчас границы с германией но при этом здесь так красиво конечно круто свежий воздух красота вот как то так уже три часа дня никакой загрузки нет мне там пришлось с той территории уехать вот собственно что там стоят сейчас еду на парку которая ну там же где ночевал тогда естественно с другой стороны дороги с обратной австрия конечно горы красота у меня навигатор но не гугл а именно то что навигатор с ума сходит я никогда такого не показывает машина как будто вообще по реке едет я не знаю с чем это связано воздушно из-за того что вокруг горы это может магнитные поля я не знаю ну гугл нормально не работает а это а это столбасе рассказывает вот сейчас сейчас вроде бы все поймал через шестьсот метров сверните на съезд все нормально заработано съедьте с автомагистралью затем держитесь левее через 80 метров держитесь левее ваше первое значение будет слева ваше первое значение будет слева левее ваше фильме все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На такой махине, на немаленькой, по этим горкам кататься, наверное, не очень приятно. Но зато там супер красиво должно быть. А сейчас я еду в Германию. Ехать мне немного, 200 километров до точки разгрузки. А там посмотрим, что будет дальше. Вчера я целый день простоял в Австрии. Вообще ничего не делал в плане работы. Я утром разгрузился. Там не помню, ну, нормально, там в 7-8 утра я разгрузился. Простоял, прождал часов до трех, наверное. Там, прямо на территории этого предприятия, где я разгружался. И потом решил поехать на парковку какую-нибудь. Парковки здесь очень классные в Австрии. Здесь душ за 1 евро. Есть туалеты хорошие, бесплатные. И такие чистые, хорошие туалеты. Вода, чистые столики. Ну, в общем, классные парковки. Тут, если вот на выходных попадаешь в Австрию, то это довольно круто, наверное. Только нужно там заранее заехать в магазин, скупиться, чтобы на выходные было что-то пожарить, поварить, чтобы поесть. А так, конечно, стоять на такой парковке одно удовольствие. Хорошо, чисто, красиво. Вокруг горы, чистая вода, душ есть. Все есть. Вот, в общем, ладно, погнали дальше. Только говорил о том, что как-нибудь поехать по горам. И что-то у меня такое чувство, что я не поеду прямо сейчас. Вот, куда-то меня заводит. Такие дороги узкие. И вверх потихоньку идет. Пока что нету, конечно, прям серпантинов. Ну, что-то такое. Это страна, конечно. Что ни поворот, то картинка. Просто такая красота. Сигнал GPS потерян. Все, я въехал в Германию. Проехал эти горы. Там, конечно, серпантинчики. Напрягает, конечно, ехать по таким дорогам, когда навстречу летят фуры. Там ребята опытные на фурах. Они вообще не сбрасывают. Бедутся с той скоростью, с которой там можно ехать. В общем, проехал я горы. Конечно, красиво. Просто, что есть, летничка, красота. Прямо за каждым поворотом. Картинка для рабочего стола на Windows. Да. Было одно место, в котором я мог бы, скорее всего, остановиться. Но я как-то так мимо проехал. Смотрю, там столько машин, туристы какие-то. Что-то смотрят, фотографируют. Оказалось, что я так переезжал через мостик. А там внутри идет такой ряд, ну, наверное, как озера. Такие вот горы. И внизу, подножье этих гор, идут такие озера. И они такого цвета. Прям такого голубого. Зелено-голубого. Но такого красивого-красивого. Прям такие яркие. Если бы я вот сразу знал, что там есть такое. Так, я заезжаю. Если бы я сразу знал, что там такое есть. Я бы нашел там местечко заранее, чтобы остановиться. Но так получилось, что я это место проехал. Потом так справа смотрю, что там именно есть эти красивые озера. И потом мимо проезжаю, и все. И нет места, где встать. И дальше дорога пошла. Единственное, наверное, я пожалел. Там было бы очень круто встать, посмотреть. Потому что там красиво очень. Еще красивее даже, чем просто вот едешь. И так не знаешь, куда смотреть. Там вообще супер. Вот эти озера можно было бы снимать. Но, к сожалению. Ну и ничего, в следующий раз буду ехать, останавливаюсь. А теперь в Германии осталось мне ехать 100 километров до точки разгрузки. Сейчас по автобанчикам по-быстрому доедем до первого поворота. До следующего поворота у меня 65 километров. Просто сейчас круиз выставляешь и 110, ну на спидометре 110 по навигации где-то 104-105. И все, и погнал. Телефоны бесятся, потому что границу пересек. Сразу ровно начинает перестраиваться. Начинает перестраиваться. Присылайте смс-ки оператор и все такое. Ладно, погнали. Ну что, заканчивается вот сегодняшний день. День был, так сказать, наполовину бесполезный. Вчера вообще бесполезный день был, потому что я тупо целый день ничего не делал. Утром разгрузился и целый день просто был на парковке. Сегодня день наполовину бесполезный, потому что я загрузился, поехал в Австрию, разгрузился в Германию. Но на самом деле это чуть больше 200 километров. Я их довольно быстро проехал. Конечно, круто было там по горам, красиво и все в этом роде. Но я надеялся, что мне к вечеру, ну вернее после обеда, вот после трех, все-таки накинут какой-нибудь заказ, какую-нибудь загрузку. Я там, допустим, поеду, загружусь. Пусть даже там небольшая какая-то, утром там, допустим, выгрузка. Но я прождал довольно долго. Сейчас уже без 27. 27 и ничего нет. Я там, где разгрузился, я далеко оттуда не уезжал. Посмотрел, что рядом есть магазины, там много разных супермаркетов. Я заехал, перекусил, там кое-что купил. Засел еще в интернете. Сначала к одному бесплатному, подключился потом ко второму. В общем, долго сидел, ждал, никуда не ехал. Все делал как надо. На самом деле, говорят, что уже если в 4 даже ты не получил загрузку, то, скорее всего, ее уже не будет. Но я ждал до половины седьмого. Но, к сожалению, мне ничего не прилетело. Сейчас я еду на парковку. Прямо рядом какой-то парковки не было. Поэтому я еду на парковку, которая находится на трассе, на магистрали. Она примерно там около 10 километров находится. 9 там или сколько. Я бы с удовольствием остался на парковке, которая там возле магазинов. Там много больших площадей, на которых можно остаться. Но, к сожалению, там везде висят знаки, что парковаться можно только на время покупок. То есть, пока вы совершаете там покупки. Конечно, я стоял там дольше. Я стоял там несколько часов. Я спокойно, в принципе, можно приехать туда, зайти, купить или даже ничего не покупать. Просто приехать на эту парковку. Если ты в машине находишься, что-то делаешь, там ешь или сидишь там в интернете, никто не подойдет, тебя не будет прогонять. Никому это нафиг не нужно. Но, как только магазины эти закроются, они закроются где-то в 8 вечера, то вполне реально может подъехать полиция, эвакуатор. Ну, не знаю, как полиция, но эвакуатор. И просто тебя забрать, твою машинку и все. Я во Франции ночевал на парковке супермаркета. Там как-то это без проблем было. Здесь же они, эти знаки, что нельзя ночевать, они пичкают где только угодно. И на самом деле лучше не злоупотреблять и не оставаться на парковках в Германии. Здесь хорошо, что на больших дорогах, на магистралях есть вот эти вот парковочные такие карманы, в которые можно спокойно заехать, приехать. И там есть и туалет, и если это заправка, то там может и душ быть платный, и воды можно набрать. В общем, нормальные места есть. Обычно в радиусе там нескольких километров они находятся. Но бывает такое, что их нету. Я не помню, где я был, что довольно далеко не было никаких парковок. Вот, по-моему, перед этими выходными. Ну, да ладно, сейчас уже скоро подъеду к своей парковочке. Осталось 5 километров. Не знаю, такая себе неделя, конечно. Не нравится мне такая неделя, такая работа, когда за день проехал 200 километров. Это абсолютно ни о чем. То есть вчера вообще ничего не проехал, сегодня 200 километров. Дай бог, чтобы завтра будет какая-то загрузочка на нормальное расстояние. 500-600 километров, чтобы проехаться. А если она еще будет в какую-нибудь другую страну, которая мне интересна, то вообще будет отлично. Так, вот я смотрю, тут тоже какая-то. Ну, там автохофф, наверное, платный. Да, там что-то такое большое. Ну, нам такое не нужно. Нам нужна обычная парковочка, чтобы просто провести время до завтрашнего утра. На улице. В принципе, ничего необычного. Германия. Это, конечно, не Австрия. Но если так присмотреть, а везде чисто и хорошо. Я знаю, чем я буду заниматься сегодня. А я на самом деле уже поел довольно плотно. Пока что не хочу. Может, еще вечером немножко чайку сделаю. С печенькой поем и все. И буду отдыхать. Хотя на самом деле нечего отдыхать, потому что я сегодня, ну, как бы, работал, но довольно мало. Хотя у некоторых есть еще хуже. Там есть хлопцы, которые там куда-нибудь заехал в Швейцарию. И там есть такие, что почти неделю стоял и вообще ни одной загрузки. Но это вообще бесполезно, когда платят просто за день рабочий. Есть фирмы, да, которые платят именно за день. Там, допустим, 180 злотых за день. Тебе по барабану. Даже там приехал, где-то встал, тебе ничего не присылают. Ну и ладно. Кэрэнс тебе все равно заплатят. А когда платят, как на этой фирме, от километража. Ладно. Будем надеяться, что дальше работы будет больше. Потому что сидеть, ничего не делать, это тоже плохо. А вот и парковочка наша. На развилке держитесь правой стороны. Затем ваше место назначения будет справа. Вот, а я понял. Хватит мне рассказывать. Так, 3,5 тонны. Отлично. У нас меньше, чем 3,5. Мы едем на места, там, где для легковых. Хотя, вон, я смотрю, там некоторым по барабану повставали. И те, у кого побольше, чем 3,5 тонны, уже заняли места для легковых. Затем ваше место назначение находится справа. Окей, приехали. Вот такая вот парковка. Как-то так. Завтра посмотрим, что будет. Все, пока.